Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! В этом выпуске президент Западной Армении Арменак Абрамян принял участие в встрече с Зарей Синаньяном в Париже. Вооруженные силы Азербайджана стреляли по общинам Красный рынок и Тагаварда-Арцаха – защитник прав человека. Коридор Персидский залив Черное море пройдет через Армению, объявляет Иран. Армянская угроза для турок. Какие отношения хочет установить Анкара? Планируется создание общей авиационной зоны между Арменией и ЕС. Сколько армянских вин было продано в мире в 2020 году. Османская банкнота против фальсификации истории. Как мы уже сообщали, в Париже состоялась встреча Верховного комиссара Республики Армения по делам диаспоры Заря Синаньяна с представителями армянской общины. На встрече присутствовал также президент Республики Западной Армении Арменак Абрамян, который кратко представил общие вопросы, касающиеся Западной Армении. В своем выступлении президент Абрамян уделил особое внимание телевидению Западной Армении, которая продвигается вперед в Республике Армения. Офис телеканала находится в Ереване. Работают там журналисты и переводчики разных языков. Новости транслируются на пяти разных языках – западноармянском, турецком, русском, английском, а также и на французском, что позволяет нашим соотечественникам, проживающим в разных странах мира, в том числе тюркоязычным армянам, проживающим в оккупированной Западной Армении укрепить связь с исторической родиной. 11 февраля по общинам Красный рынок и Тагавард Республики Арцах азербайджанские позиции открыли огонь в направлении жилых домов. Об этом на своей странице в Фейсбук написал омбудсмен Арцаха Герам Степанян. Он отметил, азербайджанская сторона нанесла прямые удары по домам мирных жителей. В ходе операции было повреждено окно одного из домов, а пуля пробила жилую комнату дома, где находились несовершеннолетние дети и женщины. Описываемый случай стал очередным проявлением регулярных в последние дни террористических актов вооруженных сил Азербайджана. Посол Ирана в Армении Аббас Бадахшан Зухури сообщил журналистам, что через территорию Армении пройдет транспортный коридор Персидский залив, Черное море. Об этом сообщает Инфотека 24. Транзитный коридор создаст множество возможностей не только для Ирана и Армении, но и для всех стран, участвующих в программе. Иран ждет завершение изучения правовых вопросов, связанных с транзитным коридором, заявил посол. Он также подчеркнул, что этот коридор не имеет ничего общего с так называемым Зангизурским коридором, о котором часто говорят власти Азербайджана. Руководство Армении, в свою очередь, отрицает возможность создания такого коридора. Недавние опросы в Турции показали, что подавляющее большинство видят угрозу со стороны Армении и не хотят иметь отношения с армянами. Эти результаты только подтвердили опасения армянских экспертов. Об этом спутник Армении рассказал тюрколог Тиран Лёк Магёзян. Турецкая политика может немного отклоняться, но направление остается прежним. И Армения не должна быть на этом пути. Политика Турции как раз в том и заключается – Армении и армянский народ не должны быть или должны находиться под контролем Анкары. Нынешний процесс урегулирования не означает, что правительство Турции изменит отношение турецкого общества к Армении. В связи с этим возникает вопрос, как относятся к соседям в Армении на фоне последних процессов потепления отношений. На заседание правительства одобрим подписанный 15 ноября 2021 года в Брюсселе проект закона Республики Армения о ратификации соглашения о едином авиационном пространстве между Республикой Армении и Европейским Союзом. Целью соглашения является создание общего авиационного пространства путем обеспечения доступа на рынки сторон на равноправной конкурентной основе. В то же время ожидается, что ратификация соглашения станет стимулом для торговли, туризма, инвестиций и социально-экономического развития Армении. В 2020 году экспорт армянского виноградного вина сократился в связи с кризисными реалиями в экономике. Россия продолжает оставаться крупнейшим рынком сбыта армянских вин. Сюда идет около 56% всего экспорта. Чуть более 13% экспортируется в США. Остальные 30% – в другие страны, например, Украина, Белгия, Швейцария, Франция. Объем экспорта в Китай по-прежнему очень мал. Что касается других фруктовых вин, то их производство и экспорт в Армении в последние годы резко увеличились и даже превысили показатели экспорта виноградных вин. Занимая территорию Западной Армении, Османская империя была многонациональным государством. Большая часть экономики находилась в руках армянских, греческих и еврейских граждан империи. Среди многих свидетельств, подтверждающих это, дошедшие до нас османские ценные бумаги и банкноты. Османская банкнота номиналом в одно османское золото, напечатанное в 1880 году, лучше всего доказывает вышесказанное. Номинал банкноты написан на банкноте на четырех языках – османском, французском, армянском и греческом. Очевидно, что это не было случайным. На всей территории Османской империи и Западной Армении существовали армянские банки, страховые компании, другие хозяйственные организации. И денежное обращение не могло пройти мимо армянского народа. Далее для вас армянская народная песня. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром!